посмотрите это очень редкий фрукт практически не найти на прилавках вчера я просто уже поехала в джунгли не так его захотелось это одно из последних видео блогера сыроеда жанны самсоновой в сети у нее был псевдоним жанна дэарт ей было 40 лет 10 последних она жила в азии и проповедовала исключительно сырую пищу буквально за неделю девушка сгорела и теперь тело никак не могут доставить в россию жанна не ела не то что мясо рыбу или молочку даже вареный жареные овощи отказ никакого масла соли или орехов и уже 6 лет жанна не пила воду вообще только соки и смузи и вот в прошлом месяце она стала себя очень плохо чувствовать рвота диарея ноги опухли оказалось холероподобная инфекция а на фоне вот этой всей диеты все пошло совсем быстро через соцсети сыроедка собирала деньги чтобы срочно полететь в россию к маме и вот она уже была на пересадке в малайзии но девушку срочно госпитализировали видимо сдала сильно сдала не долечилась и в пятницу то она говорит мама я приеду завтра но я в клинике сейчас я прокатаюсь а я каждый каждый день я почти отсылала деньги отсылаю ей чтобы она ела она видимо она тратила на лечение я еще и говорю соберись все собери силы все свои силы собери давай домой возвращайся тут тебя будем лечить я как медик работаю в реанимации я говорю лечить мы тебя будем одного дня не хватило одного дня я еще раз подчеркну официальная причина смерти кишечная инфекция а не истощение хотя согласитесь признаки анорексии тут на лицо и на руки жанна де арт пожила в индии в камбодже на шри-ланке в мексике последние годы базировалась в таиланде много писала о духовном росте и познании мира работала она в сыроедческом кафе делала бургеры из свеклы и пасту из цукини хинкали из сублимированной мякоти кокоса и на все эти ее блюда всегда были клиенты да вкусно очень вкусно жанна мастер настоящий алхимик никогда бы не подумал что сыроедческая может быть такой сама она ела фрукты и овощи без изысков как есть в топе у нее был тот самый фрукт чемпедак из ее последнего записанного видео дуриан и манго а вот обед сладкие помидоры черри и спелый авокадо все без соли и приправ я напомню в пабликах сыроедов этот случай объединяют с другой недавней смертью когда отец сыроеда максим лютый в сочи заморил голодом своего новорожденного сына мол пусть солнцем питается мы эту историю рассказывали покайтесь дети мои за трупы убиенных животных которые гниют в чреве вашем и разлагать не только ваши тела но и души так вот последняя новость только что была проведена экспертиза лютый в здравом уме так что уголовное дело скоро завершится и не до отца сыроеда будут судить до того как погибшая в малайзии жанна стала сыроедом она увлекалась электронной музыкой вот это ее сет на гоа такое счастливое видео ему 10 лет и кто бы мог знать и подумать что вот так закончится ее этот азиатский путь мать жанны уже почти две недели не может дождаться тела дочери сначала с местными властями был такой уговор они кремируют тело и отправляют прав близким в россию теперь же тело женщины почему-то забальзамировали и родственникам не выдают и естественно у них сомнения а точно ли причиной смерти была какая-то инфекция и от себя коротко помните друзья что любая крайность это зло